Решение проблем профориентации школьников сегодня, наконец, вынесли в разряд федеральных программ. Созданное в том числе и для этих целей агентство «Росмолодежь» провело в ноябре 2013 года в Челябинске Большой Всероссийский форум молодежи. А уже в декабре собрало тысячу заявок со всей страны на премию «Траектория», на которой были представлены профориентационные проекты в регионах. Авторы большинства из них – средние и специализированные учебные заведения. Среди СМИ заявили о своем участии РИА Новости и телекомпании «Принцип» из Полевского. И это закономерный процесс. Десятилетия планомерной работы в Полевском и, в первую очередь, Северский трубный завод по подготовке и профориентации школьников и их родителей подкреплены в последние годы новыми инициативами и неожиданными формами. Регулярные экскурсии школьников Полевского городского округа на площадку музейного комплекса «Северская домна», а затем в цеха предприятия Северского трубного завода стали привычным делом. С прошлого года среди различных форм шефской и попечительской работы появились новые уроки в школах. Специалисты предприятия приходят с лекциями, подкрепляют изученный материал интерактивной презентации. Такое личное общение профессионалов со школьниками, помимо знаний, дает возможность эмоционального знакомства с техническими и рабочими специальностями. Большинство работодателей пока не готовы превратить процесс подготовки кадров в систему, особенно высококвалифицированных. Северский трубный завод взял на себя ответственность не только за судьбу подрастающего поколения, сколько за будущее самого города. Вовлечение детей на этапе личного самоопределения позволяет закреплять желание жить и работать в родном городе. Проект телекомпании «Принцип своими руками» сделал ставку на самих ребят. Они являются авторами собственной истории и ее главными героями. Форма реалити-шоу в телевизионном формате позволяет открыть потенциал ребенка, привлечь аудиторию подростков и их родителей к проблеме рабочих профессий. Все участники – победители городского конкурса школьных сочинений «Почему бы я выбрал профессию рабочего?». Второй этап проекта при поддержке благотворительного фонда «Синара» – интеллектуальная игра «Брейн Ринг». Что мы знаем о профессиях? А затем начнется новый проект «Живые уроки на предприятиях». Учителя-предметники будут проводить уроки на промышленных площадках по дисциплинам химии, физики, информатики и другим. Цель проекта – приблизить школьные знания к будущим профессиям, к возможным местам работы на предприятиях. Это пилотный проект не только для Полевского, но и для других регионов. Поддержка попечительского совета и Полевского филиала, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, управления образованием является на всех этапах главной.